Всем привет, друзья! С вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о колясочке для путешествий. Хоть на текущий момент путешествовать особо за границу нам не удается, но все-таки по России ездить можно, на море ездить можно. И для того, чтобы ездить нам с детьми и не обременять себя тяжелыми большими колясками, нам может понадобиться классная коляска для путешествий, которая является колясочкой от компании Joy. Модель так и называется Joy Tourist. Давайте сразу в двух словах технические характеристики ее озвучу. Вес у нее действительно небольшой, 5,9 кг. Ну, кому-то может показаться это многовато, но для полноразмерной, имеется в виду для посадки ребенка, коляски 5,9 кг это немного. Так, 130 кг у нас получается от 130 до 175 градусов у нас наклон. Ширина колесной базы всего лишь 47 сантиметров и максимальный вес ребенка она выдерживает 15 кг. Вот что она из себя представляет. Это у нас прогулочная колясочка. Вот такой размер у нее. Причем, знаете, спинка высокая для родственных детей будет, в принципе, достаточно хорошо подходить. Единственное, вот из таких вот, на мой взгляд, недостатков, это 130 градусов спинка. 175 это классно, но 130 вот здесь вот, понимаете, спинка достаточно сильно завалена назад. Но в медицинских целях это всегда делается, чтобы позвоночник ребенка маленького не напрягался, а был в таком полурасслабленном положении. С медицинской точки зрения это хорошо, но хотелось бы, чтобы ребенок чуть больше вертикальнее, скажем так, сидел. Ну, это мое личное мнение. А в остальном коляски минусов я, как таковых, не нашел. Учитывая ее стоимость, ссылка на первую коляску в описании, пройдите, посмотрите. Там же и все точные характеристики, миллиметры, сантиметры, все там это есть. Соответственно, давайте будем изучать. Начнем сверху вниз. Козыречек. В принципе, для такого рода коляски он достаточно большой. В козырьке у нас есть смотровое окошечко. Что мне вот всегда не нравится, это липучки. Это вот такое. Здесь у нас сеточка, все закрывается. Ручка у нас регулируется по наклону. Диапазон, причем, достаточно приличный. У меня рост 186, проецируйте там приблизительно, как будет вам. Но даже для очень невысоких родителей, сильно невысоких, скажем так, вот этот диапазон должен подойти. И для очень высоких тоже будет прекрасно. Соответственно, материал ручки. Здесь у нас губка, как таковая, вспененная. В принципе, самый простой материал, который бывает в ручках. Нет и кокожи, но это ценовой диапазон. Не тот, чтобы здесь у нас были какие-то натуральные, натуральная кожа какая-нибудь. Механизм складывания козырька, он тихий. Не щелкает, не крохит, не пыхтит. Вот здесь все хорошо. Поэтому вот все четко. Так, давайте сиденье само посмотрим. Сиденье я уже вам показывал. Оно достаточно высокое. Но с таким вот завалом. Возможность регулировки по высоте ремней есть. Пятиточные ремни с мягкими накладками везде. Ипоховая плечевая зона. Также у нас здесь есть бампер. Бампер гибкий. Но единственное, знаете, он гибкий. Да, можно посадить ребенка. Но когда я один, например, его надо как-то держать и садить ребенка. Он отгибается, но он всегда просится вернуться обратно. Поэтому лучше снять и так посадить ребенка. Подножка у нас регулируемая. Два положения. В самом низу, соответственно, и вверху. Ступенька, чтобы ребенок мог залазить. Ремешок этот я вам чуть позже покажу. Вот, собственно, это у нас что касается сиденья. Материалы здесь, кстати, достаточно приятные, мягкие. Вот здесь у нас более износостойкий материал, чем здесь. Здесь он приятнее, мягче. Здесь пожестче. Ну, это место как раз где ножки. Там это очень актуально. Соответственно, давайте посмотрим с вами на спинку с обратной стороны. Здесь у нас вот ремешки, точнее говоря, тросики. Все, так раз. И у нас наклоняется. Из минусов еще такой, не минус, но особенность. Вот эта часть, она не откидывается никуда. Поэтому, наверное, мы поедем туда, где тепло, наверное, да, все-таки с такой коляской. И когда ребеночек спит, хочется открыть, проветрить. Вот этот момент здесь вот такой. В общем, имейте это в виду при покупке, при выборе коляски. Соответственно, что касается рамы. Здесь у нас достаточно большой багажник. Здесь даже есть отверстие сливное. Вдруг там вода какая-то, чтобы она здесь не оставалась. Вот он крупный, большой, нормальный багажник. Для такой коляски отлично. Сборка, кстати, тоже очень хорошая. Вот. И вопросов у меня к сборке, в принципе, нет. Что касается колес. Они здесь полиуретановые. Переднее шасси пошире, чем заднее. Это для устойчивости сделано специально. Тормоз у нас вот такой вот. Нужно откидать пальчиком. Честно говоря, нажали. И еще раз одним нажатием вы его не распустите. Тормоз нужно снизу чуть-чуть подтолкнуть. И он разблокируется. Спереди колеса у нас с возможностью блокировки. Для преодоления каких-то неровностей. У нас хороший клиренс от земли. Она высоко. Это тоже здорово. Что касается амортизации. Ну, она тут как бы есть. Но она такая, знаете, слабоватая. На самом деле, хотелось бы помягче. Но среди такого рода колясок, колясок особо мягких, прям плавных нет. Они приблизительно все вот такие, какие есть. Так, давайте посмотрим, как она складывается. Это у нас важный момент, потому что для путешествий колясочка должна быть компактной и аккуратной. Так, смотрите, что до сложить. Здесь на ручке у нас рычажок и кнопка. Оттягиваем рычажок и нажимаем кнопку. И вперед она у нас вот так провернется. Все, она сама складывается. Там ничего делать не нужно. Подножечку вот так вот опускаем. И тот самый ремешок достаем. Все, она сложилась. Все, вот что мы имеем. Почему она туристы называется? На плечо повесили. Собственно, она вас никак не обременяет. Она легкая, на плечо не давит. В общем, для путешествий самое оно. За бампер носить не рекомендуется. Поэтому держим всегда за вот эту ручку. Так, раскладываем. Козырек нестрел. Так, все, раскладываем. И, собственно, можем ехать. Как по мне, все аккуратненько, лаконично, симпатично. Главное, недорого и качественно. У Joy, в принципе, по большому счету, претензий по качеству лично у меня нет. Бывает, конечно, гарантийное обращение у любых брендов. Здесь их достаточно мало. Соответственно, и смело могу и рекомендовать. В двух словах подытожу. Мое мнение лично именно по этой колясочке. Она, получается, имеет хорошее соотношение по цене и качеству. Я это уже, как бы, подчеркивал. И для меня важный момент. Здесь она имеет сидение полноразмерное. То бишь, как вот в больших колясочках, книжечках всесезонных, у них, в принципе, столько же места для самого ребенка. По ширине, по высоте, глубина сидения. В принципе, очень похоже. Поэтому мне важно, чтобы комфортно было ребенку, удобно, просторно. И вот эта колясочка дарит нам то, что мне лично нужно. Просто я почему акцентирую внимание? Много подобных колясок с уменьшенным пространством. И этот момент я не очень люблю. Мне важно, чтобы было полноразмерно для ребенка. Ну и при том, при всем она складывается компактненько. И ребенку хорошо. В общем, хорошее достаточно предложение на рынке. Поэтому я и рекомендую обращать на нее внимание. Напомню, ссылка внизу в описании. Собственно, если обзор вам понравился, ставьте свой лайк, подписывайтесь на канал. И первой коляске большое спасибо за то, что предоставили Джой туристам на обзор. Ну а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И всего доброго. До свидания.